Музыка Поддержка бойцов на СВО стала для Рязани, да и в общем-то для всего региона уже общенародным делом. Вес отправленной гуманитарной помощи уже исчисляется тысячами тонн. Совсем недавно в Рязанские полки были доставлены внедорожники, квадроциклы и многое чего еще другое. И помощь эта продолжается. О том, что нужно сегодня фронту, говорим в нашей передаче «Городские встречи» с Глебом Шабонином, координатором молодежных проектов регионального отделения Народного фронта. Здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Значит, у вас есть некая гуманитарная миссия сейчас. Что она из себя представляет? Гуманитарная миссия – это уникальный проект от Молодежного крыла Народного фронта. В первую очередь за его организацию, стоит сказать, нашему руководителю Владимиру Андреевичу Тараненко. Да, и сейчас, на данный момент, гуманитарная миссия за тот период, как она проводится с лета 2023 года по нынешнее время, собрала уже больше 250 участников из более чем 40 регионов нашей страны. Это история, которая объединяет молодых людей абсолютно разных профессий, абсолютно разных специальностей, желанием помогать. Ребята выезжают в Ростовскую область, ребята выезжают на новые исторические территории нашей страны, и там оказывают также адресную помощь. В основном, конечно, работы происходят с теми гуманитарными грузами, которые прибывают в Ростовский гуманитарный хаб Народного фронта. И они сортируются, упаковываются, как, например, машины, которые приезжают тоже большими партиями для передачи на фронт ребятам. Они там проходят какую-то предподготовку. Гуманитарная миссия — это та история, в которой также участвовал и я. Да, мы выезжали в Донецкую Народную Республику. Это по-настоящему интересный опыт, когда ты приезжаешь туда, видишь своими глазами то, что там происходит. Видишь местных ребят, общаешься с ними. И самое главное, после этого ты имеешь полное право рассказать здесь молодежи, что происходит там, и продолжать свою работу уже на более новом, качественном уровне. И побеждать вместе с правдой. Вот совсем недавно у вашей организации была поездка, так скажем, к ленточке. Что везли кому? Ребята из нашей команды, в том числе и сотрудники исполкома Народного фронта Рязанской области, в том числе и волонтеры, которые присоединяются в сопровождении к таким поездкам, привозят все то необходимое, что сейчас нужно на передовой. Это и какой-то инструмент, в частности бензопилы, это и генераторы, это и, конечно же, стройматериалы. У нас даже был один случай, не так давно, когда одна строительная компания специально передавала для ребят туда, для построения блиндажей, палеты трехметровые. И наше молодежное крыло, в том числе, занималось тем, что они демонтировали их, а потом уже старшие товарищи перевозили туда на фронт, на передок, для того, чтобы ребята там строили, обустраивали свой быт и строили какие-то защитные сооружения из этого. Везут сегодня, и в первую очередь ребята часто работают под запрос, мы понимаем, что поступает какой-то сигнал о необходимом сейчас, мы понимаем, что приходят люди готовые купить либо передать нужное, как, например, сейчас это с радарами обнаружения дронов. Да, это сегодня крайне актуальное оборудование, которое действительно помогает, да и больше, наверное, надо сказать, спасает жизни наших ребят там на передке. Рязанская область взяла шефство над Каховкой, да, в Херсонской области, не для бойцов, а для мирного населения. Вы возите гуманитарку тоже ведь, да? Конечно же, опять же, есть те люди, которые приносят не только оборудование, которое необходимо для военнослужащих, но вот буквально летом у нас была одна девушка-предприниматель, которая передала наборы школьной формы, школьной одежды, и мы ее передавали как раз в Херсонскую область. Ребята отправляли, не все сразу влезло. Ну, конечно. Ну, вот такое периодически тоже бывает, логистика имеет свои особенности. И на самом деле это очень важно, да, когда сейчас там на новых территориях ребята с приходом в 1 сентября в школу, они имеют возможность, во-первых, прийти туда в одежде, да, в школьной форме, да, а во-вторых, самое главное, чтобы у них там были эти учебники. Да, которые тоже передаются и от нас, собираются, и чтобы, знаете, было почем учить азбуку. А если говорить про гуманитарные миссии, лично я там был два раза. В первый раз это в июле 2022 года в Херсонской области, и второй раз в летом 2023 года в Донецкой народной республике. Вот как раз свои впечатления. Расскажите, насколько я понимаю, там даже была ситуация с обстрелом, да, в какой-то момент? Да, да, была такая ситуация, она даже попала у нас на кадры местного телевидения, когда мы находились с гуманитарной миссией в Макеевке, да, помогали разбирать последствия прилета 4 июля 2023 года, когда прилетело по жилому кварталу, да, там. И дом, населенный бабушками и дедушками, пострадал очень сильно от взрывной волны. Битое стекло, да, то есть это обломки балконов. На самом деле очень страшно, наверное, открывать дверь, да, в подъезд и видеть несколько дверей выкорчеванных, да, в обратную сторону от взрывной волны. Но когда видишь этих бабушек, которые там живут, да, в данный момент, хочется приложить максимум усилий для того, чтобы помочь им там в моменте, и возвращаясь сюда, начинаешь еще более усиленно трудиться на то, чтобы мы понимали, что происходит там, и здесь знали, как нам нужно и правильно поступать в сегодняшний день и в сегодняшнем моменте. Вот, кстати, Глеб, ваши личные впечатления от общения с людьми, от обстановки, которая там, поделитесь. На самом деле это очень эмоциональный момент, и такие поездки, они тебя меняют. Первый раз, когда мы отправились туда, я руководствовался тем, что, общаясь здесь с молодежью, которая находится в первую очередь в информационном пространстве в интернете, получает сообщения из разных источников, из телеграм-каналов, из пабликов ВКонтакте, с Ютуба, они не всегда критически мыслят и оценивают информацию, которая переходит к ним. И для меня было важно увидеть все своими глазами и передавать здесь ту правду, ту суть, которую я там обнаружил. И, конечно, там встреча с каждым человеком — это абсолютно и свой уникальный случай. Я помню, когда мы передавали гуманитарную помощь, лекарства в районе Херсонской области, к нам очень часто подходили бабушки, люди пожилого возраста, дедушки, которые искренне нас приветствовали, радовались. Но, наверное, больше всего запомнился мне один молодой паренек, который, знаете, был для меня как символ красной армии, красноармейцем. Везде за нас, везде про нас. И для меня было очень важным, когда я его увидел, когда он взял несколько, повесил пакетов на велосипед. Знаете, такой вот велосипед, как в нашем детстве. Еле-еле, вот, крутя рулем, да, повез их там по нескольким бабушкам, дедушкам, приехал в 40-градусную жару и говорит, мне еще три, я знаю, кому довезти. И это вот стоит понимание, что там люди также помогают друг другу. Да, и взаимопомощь, она везде важна и везде нужна. Также мне очень сильно запомнился молодой человек из Донецка, который в свое время там, когда ВСУ рассыпали по городу мины... Лепестки эти, да? Мины типа лепесток, да. То есть это мина нажимного действия. Мина, на самом деле, очень циничная мина, потому что ее основной, ну, аудиторией, которая... Категория граждан, которая попадает под поражение этой миной, это старики и дети. Да, это абсолютно безнравственное оружие, да, при этом оно часто не убивает, оно травмирует, делает людей инвалидом. И парень, как раз, одного из районов Донецка, узнав об этом, пошел по своему району и насобирал их определенную коробку, да, оставил у себя, собрал, позвонил в МЧС, да, они приехали, их деактивировали. Давайте поговорим о помощи здесь. Насколько я понимаю, с гуманитарными миссиями все понятно. Отправлять грузы на фронт. А вот людям, которые вынуждены переселенцы, вы тоже ведь помогаете здесь? Изначально вынужденных переселенцев мы встречали, как только поехали первые поезда оттуда, и помогали их распределять в ПВРах, носили вещи какие-то, какое-то время, даже потом проводили мероприятия, да, в этих ПВРах. И на самом деле здесь очень важно еще вспомнить о том, что после ковида, после организации штаба «Мы вместе», у нас осталось большое, даже в этом контексте, наверное, положительное наследие. Это та команда ребят, команда добровольцев, беспрецедентные, да, вот по своим масштабам проект «Мы вместе», да, который объединил всех, и которые дальше включились именно тем же составом. То есть они разъединились, а наоборот продолжили работать в общей конве, именно с, ну, в том числе и вынужденными переселенцами. И тогда одни брали на себя задачу встретить на вокзале, донести вещи, другие брали на себя задачу приехать, пообщаться с детьми, третьи помогали с какими-то бытовыми вопросами. Я думаю, что это было по-настоящему также важно и для тех людей, которые приезжали оттуда, да, учитывая, откуда они едут и по каким причинам они, да, приезжают оттуда именно к нам. Мне запомнился тогда случай. Случай с пожилой парой, к которой мы приехали через какое-то время, это было в одном из ПВРов, приехали туда с командой волонтеров и приехали пообщаться, поговорить в первую очередь. Эта пожилая пара, если мне не изменяет память, приехала к нам из города Первомайск. Они рассказывали о том, как и что у них происходило, начиная с 2014 года, о некоторой гуманитарной катастрофе в свое время, которая там произошла. Да, говорят, как не было воды, как привозили хлеб. И я, честно говоря, тогда впервые провел для себя очень важную, но при этом очень эмоционально сложную параллель между акцией «Блокадный хлеб» и тем, что они рассказали. Потому что тогда я для себя сделал вывод, что это осталось не на 70 лет позади, а это, возможно, на тысячи километров южнее от нас. И чтобы сегодня жить, развиваться, нужно это четко осознавать и это понимать. И я помню, когда дедушка с этой бабушкой, они сидели, оба седые, сидели, держались за руку. И в них, знаете, такая царила любовь, как мне кажется, 18 лет. Да, эти истории невозможно выдумать, и они прям бьют в самое сердце. Но, тем не менее, давайте поговорим о ваших проектах, которые предстоит еще реализовать. Какие планы? Планы все абсолютно вытекающие из той деятельности, которая сейчас проходит. Помимо того, что мы работаем над нашим общим делом под названием «Все для победы», мы понимаем, что... Ну, которое объединяет в первую очередь людей, тех, которые приходят и хотят чем-то помочь фронту. помимо определенных финансовых вложений или каких-то ресурсов уже в виде готового оборудования или продукции, многие люди, как я думаю, сейчас многим известно, начали прикладывать непосредственно свою руку к производству тех вещей, которые необходимы нашим бойцам на передание. Те же самые печи, которые кузнецы делают, да? Печи. Раскировочные сети. Буквально вот сегодня мы проводили встречу с бойцом, вернувшимся с территории СВО, и на выходе он увидел небольшую печку, щепницу, которая говорит, вот это очень классная штука. Говорит, вот она помогает. Да, мы готовили также небольшое здесь, ну, я рассказывал о тех производствах, которые делают народные полки, и мы даже смотрели виды печей, вот щепницы, вид, ну, мы смотрели то, что на некоторых печах специально устанавливают некоторые прутки для того, чтобы сушить обувь на ней было удобно. Кто-то другой ставит специально сверху небольшие диски металлические для того, чтобы поставить туда для напитка, для кружки, да, подогреть себе что-то. Помимо печей, это, конечно же, еще маскировочные сети, окопные свечи, да, по-своему тоже сейчас, ну, нужные в любое время, как для освещения, так и для подогрева блиндажа, да, там у ребят, которые всегда говорят, в них есть потребность, всегда. А в одних, ну, а также помогают не только лично, многие помогают организациями, да, здесь есть и сообщество неравнодушных жен, жен, в том числе и военнослужащих, да, есть, ну, есть группы, при этом с действительно большой, если так можно назвать, эффективностью, делающие хороший объем маскировочных сетей именно прихожан различных храмов, да, и, конечно, учебные заведения, да, вот на моей практике практически никто не остался в стороне, каждый вкладывает от себя, что может, возможно, от написания писем до создания количества какого-то окопных свечей. Мы же со своей стороны сейчас как раз планируем запустить по народным полкам масштабную акцию, объединяющую в себе несколько учебных заведений и производстве того или иного продукта, который необходим сейчас ребятам там на передке. Ну что ж, все для фронта, все для победы, этот старый советский лозунг сегодня актуален как никогда, будем верить в эту самую победу. Спасибо за участие в нашей передаче, я напоминаю, что у нас в программе «Городские встречи» сегодня был Глеб Шабунин, координатор молодежных проектов регионального отделения Народного фронта. Спасибо еще раз, ну а с вами мы еще увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!